Всем привет, друзья! Сборная Люксембурга могла навсегда вписать себя в историю сборной Украины, но счастливый случай и правильный результат другого матча сделали из команды Шевченко не посмешище, а лидера группы. Итак, сборная Англии за два тура отбора на Евро 2020 забила уже 10 мячей. В принципе, здесь все понятно, Англия поедет на Евро, потому что группа у них, ну, не бей лежача. У меня только один вопрос. Хоть когда-нибудь у сборной Англии будет сложная группа в отборе, ну, хоть куда-нибудь. Сборная Франции отстает от сборной Англии и забила за два тура всего лишь каких-то смешных 8 мячей. Оливье Жеру вышел на чистое третье место в списке бомбардиров сборной Франции. За всю ее историю он обогнал Трезеге, и до Платини остается только 6 мячей, до Терри Анри целых 16. Вряд ли Жеру догонит Анри, а вот с Платини потягаться можно. Было бы на самом деле очень смешно и немножечко странно, если бы именно Оливье Жеру стал лучшим бомбардиром за всю историю этой великолепной футбольной французской нации. Вряд ли он Анри догонит, но даже второе место Оливье Жеру будет вызывать небольшое недопонимание. Матч Португалия-Сербия был самым интересным в этот день, потому что этот матч в группе, которая одна из самых запутанных, где есть явных три претендента на выход дальше. И худшее, что могло произойти в этом матче для сборной Украины, это победа сборной Сербии в гостях над Португалией. Потому что тогда сербы набирают в матчах с португальцами уже больше очков, чем Украина. И кроме того, португальцы, которые, например, играют в ничью против Украины и проигрывают дома Сербии до конца турнира, они и так даже вот в случае ничьей, как они сыграли вот сейчас, они будут до конца турнира рвать теперь за каждое очко, потому что они уже отстают. Хотя мне писали, что абсолютно не важно, каким будет здесь итог, пусть сербы выигрывают, самое важное это выигрывать потом у Сербии в очном матче. Я смотрю, у Люксембурга тяжеловато выиграть, не то что уж мы будем говорить про Сербию. Сломался Криштиану Роналду в этом матче и Португалия все-таки вытащила ничью. И в принципе, этот расклад более-менее устраивает, потому что на данный момент лидеры группы никак не могут друг у друга выиграть. Пока только ничьи. Друзья, если в счет матча Люксембург-Украина попали многие, то в победный автогол, конечно же, никто. И наш банк приближается к рекордной отметке. И следующий поединок это уже субботний матч АПЛ между Фулхэмом и Манчестер-Сити. Каким будет счет и кто забьет голы? Пишите свои прогнозы в ответах на специальный для этого комментарий, который, как всегда, закроется за 5 минут до начала матча. Если вы уверены в одном из исходов этого поединка и хотите сделать на него ставку, надежнее всего это делать на сайте MarathonBet. Ну и переходим к многострадальному матчу Люксембург-Украина. После игры на износ в Португалии Андрей Шевченко обязан был применить ротацию. И я думал, что это будет, ну, 1-2, ну, 3, возможно, футболиста, но никак не 5. Половину основного состава Андрей Шевченко поменял по сравнению с игрой против Криштиану Роналду и компанией. Это, конечно же, не могло сыграть в плюс для команды, потому что, в отличие от матча в Португалии, здесь, против Люксембурга, сборная Украины должна была доминировать. Она должна была вести игру. А на поле выходят, ну, не то, что не лучшие. Дело даже не в том, что не лучшие выходят, потому что несколько человек из лучших либо травмированы, либо отдыхают после Португалии. Выходят несыгранные. Вот это самое страшное. Выходит несыгранный состав. И Безус и Мараес, они выпали вообще в осадок, при том, что именно они должны были стать главными звездами этого матча, потому что команда должна играть в атаку. Именно атакующий Хав и нападающий, ну, должны были здесь делать всю погоду, они выпали совершенно. Но перед игрой главный аргумент всех заключался в чем? Это же Люксембург, я тебя умоляю. Это просто Люксембург. Напоминаю, сборная Люксембурга нанесла 24 удара поворотом сборной Литвы. Это помимо того, что они просто выиграли тот матч. Да, игра была медленная. Игра была, там никакого темпа не было. Но при этом 24 удара люксембуржцы смогли нанести поворотом сборной Литвы. Я посмотрю еще сколько раз ударит поворотом сборной Литвы сборная Украины. Вполне возможно, что меньше, чем Люксембург. И в этом матче вот начали проявляться вот эти индивидуальные проблемы сборной Украины. Потому что когда мы все командно, монолитно защищаемся, мы банда. Когда нам надо нападать на кого-то, вот тут уже мы видим, что Миколенко в подкатах это одно. Против Криштиан Роналду, против Бернардо Силвы это одно. Но в подключениях это не Жорди Альба совершенно. Мы видим, что Безус это игрок, который вот он не для национальной сборной. И проблема там в голове, там в психологии. Он когда-то забил, по-моему, против сборной Черногории. То ли один, то ли два мяча. И с тех пор считается, что он может подстраховать, если что. Но нет. Даже человек уехал в Европу. Но возвращаясь сюда, он все равно становится все тем же Романом Безусом, который ужасно играл в Динамо Киев. И он ничего не дает национальной команде. Мараес, понимаете, Мараес без изюминки нападающий, это бесполезно и неинтересно. У Мараеса нет изюминки совершенно. Он не может ничего необычного предложить. Он может предложить самые стандартные действия. Сместился, ударил. Где-то пойти на подбор, где-то на перехват. В плане там на опережение, точнее, а не на перехват. Это все, это скучно. А в матче против команды, которая защищается против тебя в две линии, надо что-то предложить. Мараес этого не делал. Александр Зинченко играл низко. Он играл на месте Степаненко, потому что Степаненко отдыхал. Он очень сильно устал после Португалии. И Зинченко разводил мяч снизу. Над ним играл Малиновский. И это все смотрелось как... Вот есть подготовительная фаза атаки. Есть даже какое-то развитие. Завершения нет. Потому что Евгений Коноплянко, это ну просто, я не знаю, ну о чем. Мы уже годами говорим о том, что у него одни и те же приемы. Он против Люксембурга делает то же самое. Это не всегда работает. Про Марайса я уже сказал. Про Безуса тоже сказал. Цыганков был справа. Он очень сильно старался. Он гол забил. Поэтому к нему, в принципе, вопросов должно быть меньше, чем ко всем остальным. Главная характеристика этого поединка заключается в том, что Люксембург мог забивать не только один гол. То есть сразу понятно, что все пошло не в ту степь. Двойной сейв пятого. Гол, собственно, Люксембурга. И что самое интересное, когда Украина отыгралась, и достаточно относительно быстро это все было сделано, и поэтому Люксембург не смог, так скажем, окопаться окончательно. Цыганков забил. Что даже когда Украина отыгралась, это никак не отразилось на ходе игры. Для Люксембурга это было ну ни холодно, ни жарко. Окей, мы пропустили. Но при этом мы как будем стоять сзади неплохо, так и будем бегать в контратаке тоже неплохо. И в перерыве уже напрашивались все замены, которые должны были быть сделаны. Но Андрей Шевченко почему-то их не делал. Возможно, не знаю, там Фоменко ему позвонил, сказал, Андрюша, ты же помнишь, как я тебя учил никаких замен до тех пор, пока кто-то не сломается. Там в конце матча можешь... Почему после первого тайма, который явно не получается, Андрей Шевченко не влияет на игру? Как мне кажется, опять же, это только лично мое мнение, все, что надо было сделать, это поменять нападающего. Просто убрать Марайса, выпустить Яремчука сразу. Не надо... Два нападающего... Вы заметили, когда вышел Яремчук в пару к Марайсу, что-то поменялось? Нет. Нет, это было бесполезно. И также надо было выпустить Степаненко, потому что, как мне кажется, футболист был готов на один тайм. Ну, как-никак. На один тайм против Люксембурга. Просто подчищать и держать свою зону. Там не надо было рыгать, извините за выражение, как в матче против Португалии. Поэтому выпускаешь, убираешь Марайса, выпускаешь Степаненко, Зинченко выходит играть повыше. В принципе, это уже должно смотреться гораздо лучше. Но Андрей Шевченко ничего не меняет. И вот только когда, после еще нескольких моментов Люксембурга, Андрей Шевченко выпустил второго нападающего, в пару к Марайсу вышел Яремчук, пошли навесы, потому что вышел высокий нападающий. И это тоже длилось недолго, потому что после навесов неудачных пошли контратаки. И тут вообще стало страшно и непонятно, что происходит, потому что сборная Украины, она и не вернулась однажды назад. То есть настолько все пошли вперед, что контратака должна была заканчиваться, ну хотя бы голевым моментом, Люксембург все запорол. И я уже вот смотрел на этот матч, и абсолютно со спокойным выражением лица, без всяких эмоций, я уже представлял, что я буду сегодня вам рассказывать. И я хотел это все сегодня сделать абсолютно без оскорблений, без громких слов. То есть если бы сборная Украины не выиграла у Люксембурга. Без оскорблений громких слов, потому что понятны причины этой непобеды, теоретической, которая должна была бы быть. Понятны причины. Тяжелый матч против Португалии. Хреновенькое поле. Это поле не давало быстро двигать мяч, это очевидно. Половина состава изменена, то есть играют не лучше. Понятны причины. То есть эту ничью, эту потерю очков можно было объяснить. Но внезапно, внезапно Родригес, который в этом матче показал Евгению Коноплянке, что такое опасный фланговый игрок, который совершил несколько проходов, обыгрывал наших защитников, Коноплянка ни разу никого не обыграл, это только смещение в центр, то есть он уходит от соперника, он не обыгрывает его, он просто уходит от него и бьет. Это скучно. Родригес, который был лучшим в этом матче в составе обеих команд, самым интересным, самым техничным, самым быстрым и так далее, он почему-то срезает мяч в свои ворота в последней атаке сборной Украины, после последнего штрафного. Как это происходит, чем это можно объяснить, я не знаю. Почему человек, который был лучшим, внезапно делает такую ерунду? У меня объяснений нет. Этот день должен был стать одним из самых черных дней в истории сборной Украины. Но внезапно, за одну секунду, он превращается в один из самых везучих. И Андрей Шевченко после игры говорит, ну, правильные тренерские вещи. Мол, везение надо заслужить, везет тому, кто везет, характер и все вот эти вот дела, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Но это был не тот случай. Это был совершенно не тот случай. Потому что где сборная Украины заслужила везение? Когда? Когда Пятов делал двойной сейв, когда его расстреливали? Когда была контратака 2 в 1, и Люксембург должен был забивать свой второй мяч, но облажался? Или когда у сборной Люксембурга по итогу матча больше ударов в створ, чем в исполнении сборной Украины? Или когда это Родригес заслужил такое невезение? Где, какие тут логические есть связи? Нет их. Это просто банальное стечение обстоятельств. И все. Кто-то даже из футболистов назвал после игры это футбольным богом. Вот. Это был футбольный бог. Насколько я знаю, люди, которые ходят по квартирам, говорят, что бог это хорошо. Он добрый. Так почему же он так поступил с Родригесом? Чем Родригес заслужил такое невезение? То есть это банально. Вот в футболе может произойти любая хрень. Я это говорил раньше. Могу повторить и сейчас. Это был именно тот случай. Просто какая-то хрень внезапно происходит. Как и ожидалось, после жеребьевки эта группа будет одной из самых запутанных. И на данный момент сборная Украины выходит на первое место, не сыграв в двух турах лучше своих соперников. Они просто организованно отбились против сборной Португалии. И вот случился счастливый автогол в матче против Люксембурга. А с турнирной точки зрения все ок. Все очень даже хорошо. Но тот, кто понимает, что против сербов этого может не хватить. Что против Роналду второй раз отбиться может и не получиться, начинает смотреть на запасной черный ход на чемпионат Европы. На Лигу наций. Но пока очки набраны и к таблице вопросов нет. К этому вопросу уже мы будем возвращаться только летом. Продолжим тему с охотниками и добычей. Украина не умеет быть охотником, хотя иногда и кажется обратной. Нет, понятно, что если были здоровы Ермоленко и Марлос, стабильные три мяча Люксембургу были бы забиты. Но против нас играла команда с футболистами из бельгийской аматорской лиги, никому неизвестного японского клуба и главной звездой, футболистом всем известного и непобедимого французского гранда Труа. Мягко говоря, не элита. И эта добыча застрелила себя сама. Мы ни при чем. Друзья, большое спасибо вам за внимание, за лайки и комментарии. Увидимся уже скоро в новом обзоре. Играйте в футбол. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова